Дорогие отцы, братья и сестры! Я хотел бы всех вас сердечно поздравить с этим замечательным воскресным днем и, конечно, с событием, которое произошло сегодня в этом храме. Я уже имел возможность где-то и когда-то при освящении нового храма сказать о том, как много было людей, которые не верили в то, что городу Москвы нужны новые храмы. И они были не только среди светских людей, но и среди духовенства, потому что считалось, что вполне достаточно то количество храмов, которые в Первопрестольном граде. И, как я уже упоминал, пугали меня тем, что храмы будут стоять, но народ-то только в этих храмах не будет. И всякий раз, когда я освящаю новый храм, я убеждаюсь в том, насколько неправы были те люди и насколько Господь тогда дал мне силу и разумение осознать необходимость строительства новых храмов в городе Москве. И вот действительно, то, что я и сегодня вижу, это большая для меня радость и утешение, и укрепление меня в мысли о том, что храмы нужны везде, где их нет и где живет православный народ. Так уж люди себя ведут в социуме, в общении с другими, что чаще всего они свою религиозность не выпячивают. А если кто-то это делает, то встречает даже некое недоумение, считается это чем-то излишним, даже лицемерным. Люди в глубине своего сердца хранят свою веру. И вот поэтому не каждый, кто идет на улице, может быть отождествлен с православным человеком. Но мы должны помнить, что абсолютное большинство людей в нашей стране крещены. По каким-то причинам они не всегда ходят в храм и даже не очень часто ходят в храм, а некоторые только два раза при крещении и при отпевании. Но это другой вопрос и другая проблема, которая относится к тому, как нужно работать с людьми, чтобы, будучи крещеными, они становились воцерковленными. И это задача, которая стоит перед церковью, перед духовенством, перед приходскими активами, перед нашей молодежью православной. Потому что все мы, верующие воцерковленные люди, мы не только должны в храм приходить и молиться, а мы должны помогать нашим крещеным, но не воцерковленным людям войти в храм Божий и стать членами Церкви Христовой не только по крещению, но по практике жизни, по убеждениям, по своему мировоззрению, по своему отношению к самому себе и к окружающим людям. И вот благодарение Господу за то, что сегодня эти наши новые храмы наполняются людьми. Но вот несколько бы слов хотелось сказать о сегодняшнем евангельском чтении. Оно очень, как и все в Евангелии, замечательно и имеет отношение к каждому из нас. Напомню вам эту историю. В Иерусалим идут ученики Спасителя. И завязался между ними спор. А кто из них поважнее? А кто должен быть по правую и по левую руку от Учителя? И Господь говорит им о том, что кто хочет быть первым, большим, тот должен быть слугой. А кто хочет быть первым, тот должен быть... И далее произнес нечто, что, конечно, воспринималось как абсолютно непонятное, неразумное, не имеющее смысла слова. Должен быть рабом. Но ведь ни одного слова в Евангелии нету неразумного. Все исполнено великим смыслом. Так что же это означает быть первым и одновременно слугой, быть большим и даже рабом? А это означает вот что. Пред Господом все люди равны. И на страшном суде Господь не спросит, а какую ты должность занимал? Был ты солдатом или генералом? Был ты простым рабочим или во власти был? На какой машине ты ездил? И вообще, какое ты имел и имеешь там, на земле, историческое значение? Господь ничего этого не спросит. Он только спросит нас. А ты ближнему своему помог? А ты был рабом для другого? А ты стал слугой для другого? И особенно это он спросит у тех, кто во власти. Поэтому мое слово сегодня к тем, кто во власти. Помните, в чем смысл власти. И почему попустил Господь вас войти во власть? Не для того, чтобы вы наслаждались этой властью. Не для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно и счастливо, потому что вы во власти. Но только для того, чтобы вы служили людям. Помогали людям. Только это оправдывает человека во власти. И когда говорят, у нас хороший там начальник. Вот он о нас заботится. Это хорошо, что так говорят. Но если начальник начинает убеждать себя, что он хороший, потому что он там кому-то квартиру помог выправить, кому-то там премию выдал, то вот эти нужно мысли гнать вон. Вспоминая слова Божьи, ты должен быть рабом для другого человека. Это значит, что все то, что ты делаешь, должно быть направлено на благо других людей. Не на свое собственное благо, на благо других людей. Кто в это не верит, откройте сегодняшний Иван. Ну а что же в ответ? А в ответ вот что. Тогда власть не будет в погибель человеку. Тогда власть будет во спасение. Тогда власть будет возможностью войти в Царствие Божие. И тогда эта власть будет благословлена и Богом, и признанна народом. И любовь, и благодарность народа будут изливаться на такого правителя. Вот этому сегодня мы и научены. Словом Божиим. Ну а теперь давайте поговорим, а что такое власть? Это не обязательно президент, правительство, губернатор, руководитель района или директор завода. Совсем не так. Если собираются люди, совсем небольшим коллективом, то всегда есть лидер. Так мир устроен. Это лидерство бывает иногда определено должностью, положением, а иногда личными качествами человека. Про таких говорят он вожак. Он всегда ведет за собой. Вот те люди, которые по должности или по призванию или по талантам своим становятся лидерами, должны помнить, что это очень опасное дело быть лидером. Потому что кому много дано, с того много и спросится. И если лидер становится соблазном для других, если лидер становится горем для других, то тогда он точно губит свою душу. И, наверное, если бы показали в страшном сне такому человеку, что ждет его там за гробом, он бы сказал, да Бог с ней, с этой властью. Но и Господь не показывает никому из нас, что его ждет за гробом. А Он нам говорит об этом, вот в том числе и словами сегодняшнего Евангелия. Кто хочет быть большим, да будет вам слугой. А кто хочет быть первым, да будет вам рабом. То есть, ничего другого в жизни первого не может быть, как только служение ближним своим. И чем выше подымается этот первый, тем больше расширяется сфера его ответственности, чтобы быть слугой для своих людей, для народа своего, применительно к церкви, для паства своей. Вот эти замечательные слова помогают нам понять, что такое первенство и власть. При этом Господь не отвергает самой необходимости иметь первенство и власть. Он же ведь не сказал, не должно быть среди вас ни первых, ни больших. Наверное, мог бы так сказать? Не сказал. Потому что сказать так надо было отвергнуть институт власти, без которого общество существовать не может. Есть такое понятие – анархия. Это самое страшное время в истории человеческого общества, когда исчезает власть, когда никому она не принадлежит, когда сокрушается все, когда наружу выползают самые страшные страсти и греховные наклонности людей, и нет никому, кто бы мог остановить преступников, согрешающих, навести порядок. Власть – это неотъемлемая, Богом установленная институция, которая сопровождает на протяжении всей истории жизнь человеческого общества. Но, как мы видим, власть – это и большой соблазн. И очень часто бывает так, что человек, достигающий власти, обо всем забывает и использует свою власть для того, чтобы еще более расширить свои властные полномочия или для того, чтобы просто жить побогаче и поспокойнее. Сегодняшнее Евангелие, конечно, обращено в первую очередь к тем, кто имеет власть – большую, среднюю, малую. Но, в конце концов, еще раз хочу сказать, что ведь каждый из нас над кем-то имеет власть. В семье кто-то лидер, муж, а нередко жена, старшие братья и сестры. В любой человеческой организации, в любом человеческом коллективе непременно сразу появляется кто-то, кто является неформальным, но лидером. Это более образованный, более умный, более мудрый человек, более добрый, более сильный. И вот каждый, кто становится вот такой властью, маленькой, может быть, совсем, должен помнить сегодняшние слова Евангелия. Больший да будет слугой, и первый да будет рабом. Дай Бог, чтобы именно так, таким духом, такой истиной, такими смыслами наполнялось сердце и разум тех, кто во власти. И как результат, непременный результат, это очень большой, огромный авторитет этих людей среди тех, над кем они властвуют. А, наверное, это и нужно правителю, это и нужно тому, кто руководит другими, иметь уважение и авторитет, и послушание не за страх, а по совести. И да поможет всем нам Господь, у кого есть власть. Еще раз подчеркну, речь идет не только о государственной власти, не только о власти в каких-то больших коллективах, но и во власти в семье, о власти среди друзей, о формальной и неформальной власти. Если человек обретает особое влияние на окружающих, то есть власть, то он должен помнить, что с этим влиянием он обретает и ответственность пред Богом и пред людьми. И да поможет Господь всем, в первую очередь тем, кто во власти, а также и всем нам, у кого возникают жизненные ситуации, когда мы первые или мы большие помнить о словах Господа и Спасителя. И всегда с этими особыми полномочиями и возможностями связывать то, что Господь требует. Это служение и, несомненно, смирение. без которого не может быть подлинного служения ближним властного человека. Пусть Господь вразумит, еще раз хочу сказать, всех, кто во власти, всех тех, кто подчиняется власти, тоже вразумит, потому что нет власти, аще не от Бога. Всякая власть от Бога суть учит нас Священное Писание, и это требует от нас уважения к власти, но это уважение к власти перерастает в искреннюю любовь и признательность, когда власть служит так, как учит нас сегодня Слово Божие. Да поможет всем нам Господь в это непростое для нашего Отечества время сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти преисполнят соответственности за свой народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей. Вот тогда и будет в народе нашем подлинная солидарность и способность отражать врагов и внешних, и внутренних, и устроять жизнь нашу таким образом, чтобы в этой жизни было как можно больше добра, правды и любви. Всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с воскресным днем и благословение Божие да пребывает над вами, над вашими родными и близкими, над жилищами и трудами вашими. Аминь. 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 Аминь.